Всем привет дорогие друзья, с вами Криптер, добро пожаловать на канал о Крипте. Ну что, несмотря на слив рынка, подъехали замечательные новости. Буквально вот-вот и уже на Кусаме начнутся первые аукционы парачейнов. На Кусаму загрузили код парачейнов, краудлоунов и соответственно буквально с дня на день уже возможно объявят официальные даты, когда это все начнется. И в связи с этим уже многие проекты начинают говорить о том, что скоро будут собирать средства. И также Carure Network не исключение, я записывал видео о Carure, это фактически DeFi Hub на Кусаме и вы уже можете заполнить форму интереса. Я ссылку оставлю в описании, здесь надо будет подсоединить свой кошелек Кусамы с помощью расширения полка.js, указать email. И здесь будет мой реферальный код, в качестве бонуса вы получите 5% дополнительных за лог своих токенов КСМ. И я также получу 5%, поэтому это шикарная поддержка моего канала. Но сегодня мы с вами поговорим немножко о другом, как бы это странно не звучало, но сегодня мы с вами поговорим о яйцах, которые в скором времени превратятся в интересных уникальных птичек. И у каждой из этих птичек будут свои уникальные атрибуты и функционал, который можно будет использовать на других платформах, которые строятся на Кусаме. И сегодня я хочу рассказать вам об этих яйцах и будущих птичках. Это фактически одни из первых NFT на Кусаме, которые будут совместимы со всеми парачейными на Кусаме и также будут совместимы с полкодотами, со всеми парачейными на полкодот. Расскажу сколько это все стоит и какие преимущества владения этими яйцами. Потому что сразу же спойлер, за каждое яйцо, которое вы купите, вы еще получите вдобавок токены этого проекта, который называется Remark. И по сути фактически выходит один к одному, то есть по сути яйца будут вам бесплатно. Но давайте поподробнее. Сперва мы начнем с самого проекта и с фаундера. Фаундер, основатель этого проекта это Бруно. Бруно не последний человек в мире полкодотой Кусаме Network. Он является техническим technical educator, техническим педагогом в Web3 Foundation. Он также есть в консулах на Кусаме Network. Вот здесь мы можем ниже опуститься. Здесь у нас, да, Бруно есть. И он также хочет стать консулом на полкодот. Итак, в чем заключается идея платформы Remark и вот этой Канарии, которая уже построена на этой платформе? Несмотря на то, что у Кусамы нет смарт-контрактов, Бруно придумал набор спецификаций и правил, как интерпретировать пользовательские сообщения в блокчейне и фактически видеть NFT там, где нет NFT на основе смарт-контрактов. Эти инструменты из спецификации и правила, которые Бруно написал, интерпретируют сообщения определенным образом. И из этих интерпретаций вы фактически получаете реальные значения, такие как реальные NFT и свойства этих NFT. Идея, кстати, была вдохновлена проектом Colored Coins, который описывает класс методов для управления активами реального мира поверх блокчейна биткоина. Кстати, Виталик Бутерин сыграл определенную роль в Colored Coins еще до создания Эфириума. Он, я так понимаю, принимал участие в написании белой бумаги Colored Coins. Remark изначально задумывался как базовый интерфейс для NFT, но команда заключила партнерство с Unique Network для нативного развертывания стандартов Remark в их сети. А Unique Network планирует стать NFT-парачейным на кусами и уже имеет довольно хорошую поддержку фондов, одним из которых является Outlier Ventures. Они инвестировали в Ocean Protocol, Fetch.ai и многие другие проекты. В связи с партнерством с Unique Network, стандарты и логика Remark будут частью Runtime, среды выполнения Unique. Команда Remark также сотрудничает и с Moonbeam по внедрению стандартов Remark в виде смарт-контрактов. Это сделает NFT на основе Remark полностью совместимыми со всеми проектами NFT, которые переходят на Moonbeam из Эфириума. Как только Unique Network станет парачейным на кусами, команда Remark запустит свою версию 2.0, где появится способность NFT владеть другими NFT. Например, в случае с птичками, если у вас есть птичка, у нее может быть какая-то одежда, либо разный инвентарь, который фактически можно пересылать другим птичкам. И фактически птица это NFT, и у этой птицы есть другие NFT-хи этот инвентарь. И еще также прикольная фича в Remark 2.0 это условный рендеринг, который влияет на то, что отображается как часть вашего NFT. Например, если вы владелец определенного NFT и нажмете, например, на какую-то кнопку в интерфейсе, то у NFT может измениться задний план и так далее. Также Remark 2.0 внедрит возможность менять NFT с помощью реакций. Это тоже забавная штука. С помощью смайлов, например, вы можете менять, как будет выглядеть будущая птичка. Например, вот у меня есть яйцо, и пока оно вылупится, вы можете ставить, как владельцы токенов KSM, вы можете ставить разные реакции, разные эмодзи. И эта реакция может повлиять на то, как эта птица будет выглядеть или в какой местности эта птица будет находиться. Это, кстати, тоже возможно благодаря вот этому условному рендерингу. Это мы сейчас с вами говорили о Remark. А проект Canaria, который уже команда построила на Remark и на который вот как раз-таки эти яйца продаются, это сразу три вещи одновременно. Это техническая демонстрация Remark, которая показывает, как работает сама технология, поскольку команда построила всю эту логику на блокчейне без смарт-контрактов. Канария также является площадкой NFT-ICO, только ICO это не Initial Coin Offering, не первичное предложение токенов монет, а Initial Collection Offering, первичное коллекционное предложение. И другие люди могут также повторно использовать это для запуска своих собственных ICO NFT. И третья причина, по которой была создана Канария, это сбор средств для команды Remark. И из этих яиц, которые сейчас люди покупают на Канария, вылупятся динамические птицы. Эти птицы будут следовать стандарту Remark 2.0 и будут иметь все эти различные улучшения NFT, о которых я говорил. Например, они будут реагировать на разные эмоции, у каждой птицы будут определенные предметы и черты, что даст вам постоянные бонусы на конкретной платформе. Например, если у вас есть эта птица, то у вас будет бесплатное обслуживание в различных сервисах Remark. Например, бесплатный запуск вашего собственного ICO NFT. Также Remark партнерится с другими проектами в экосистеме. Они уже работают с Moonbeam, Fala Network и рынком предсказаний на кусами под названием ZaneGast. И фактически, если у вас будут какие-то определенные атрибуты, то на каждой из этих платформ вы тоже сможете получать какие-то дополнительные бонусы, либо скидки. Либо, возможно, они запартнерятся с Acala Network и там будет, например, майнинг ликвидности. Если у вас есть эта птичка с таким атрибутом, то у вас будет буст майнинга. То есть, у вас будет больше процентов вы будете получать за предоставление ликвидности. Теперь переходим к самим яйцам. Всего есть 4 вида, максимальное количество яиц, общее количество всех этих 4 видов может быть 10 тысяч яиц. Если яйца, например, все не раскупятся, то те яйца, которые не купились, они сожгутся. Соответственно, яиц будет еще меньше. Есть Super Founder, их уже нет. Есть Founder, осталось не очень много. Есть Rare и есть Limited Edition. Самый дешевый это Limited Edition, стоимость 2 кусами. Стоимость Rare 20 кусам. Стоимость Founder 200 кусам. Но самое интересное, за покупку любого из яиц вы получите определенное количество токенов Remark. Например, за Limited Edition, которое яйцо 2 кусами, вы получите 431 токен. За Founder вы получите аж 21,5 тысячу. И за Rare 4 319 токенов. Всего будет 10 миллионов токенов. И у проекта сейчас идет приватная продажа. И на приватной продаже стоимость одного токена 2 доллара. То есть, фактически, купив яйцо за 2 кусамы, вы получите 431 монету. И каждая из которых стоит 2 доллара, только на пресейле, на приватной продаже. Фактически, яйцо вам может обойтись бесплатно. Токены Remark, они будут выступать в качестве токенами управления Governance. Также для стейкинга. Если вы, например, на платформе Remark, вы хотите минтить какие-то NFT. И здесь уже вот можно это делать. То вам нужно будет в дальнейшем стейкать определенное количество токенов Remark. Также токены будут использоваться в качестве залога. Я думаю, что, например, на той же Akali можно будет чеканить KUSD. Вернее, на Karuri, да, либо AUSD на Akali. В качестве залога, например, если вы хотите подключаться к чейнам, которые не на основе сабстрата. И также у них был FairDrop. То есть, есть некоторые люди, которые владели субтрапанками. Это Pankin' и UniqueNet Network. И каждый из этих людей, кто имел хотя бы один панк, он также получил это яйцо бесплатно. Но получил вот это самое простое, limited edition яйцо. Если яйца все купятся, то никаких продаж не будет. Эти токены будут только у владельцев яиц. Если же яйца все не купятся, то не купленные яйца сожгутся. А уже токены будут распределяться другим образом. Один из способов, это вот как я говорил, что приватная продажа. Они хотят выделить на сей драунд 2 миллиона токенов и 2 доллара стоимость одного токена. Забавно, друзья. В процессе записи видео, Ремарк объявили о партнерстве с Karura. И смотрите, что они пишут. Что Акала и Ремарк объявили о сотрудничестве, чтобы объединить набор функций Karura и Канария. И распространить бонусы Karura на существующих и новых владельцев птиц. В частности, любой, кто участвует в краудлоуне Karura, может использовать один и тот же адрес, чтобы получить особую черту Канарии. NFT, который можно будет надевать на свою птицу Канарии и который будет давать своим владельцам бонусы на Karura. И также смотрите, что еще пишет. Что команда Karura намерена поэкспериментировать с Ремарк, чтобы токенизировать стимулы DeFi и добавить геймификацию в протокол Karura. Например, потенциально повысить APY для займа стейблкоинов и предоставления ликвидности. Купить яйцо можно по ссылке в описании, просто переходите по ссылке, потом опускаетесь немножко ниже. Возможно, понадобится немного времени, чтобы синхронизация с блокчейном произошла. Здесь выбираете яйцо, которое бы вы хотели купить за 2 кусам и за 20 кусам, за 200 кусам. Потом нужно будет нажать кнопочку Claim, сейчас она подгрузится. Так, интерфейс у нас подгрузился, нажимаем Claim Now, заклеймить сейчас. Переходим на страницу, здесь тоже подгрузится кнопочка Claim. Но перед тем, как купить яйцо, нужно пройти KYC верификацию. Она обязательно, к сожалению, чтобы исключить американцев, китайцев и другие страны, которым нельзя участвовать в подобных мероприятиях. При покупке этого яйца, тут написано, что вы получите 431 токен после того, как все запустится. И тоже еще очень важно, чтобы яйцо вылупилось и превратилось в птичку, нужно ему поставить как минимум 3 вот этих эмодзи вылупления. Видите, у меня их 10 стоит. Вам нужно хотя бы минимум 3 их поставить и вылупление, процесс вылупления начнется со следующего месяца. А приобрести яйца можно до конца этого месяца, до 31 мая 2021 года. И если вы, например, хотите повысить вероятность того, чтобы ваша птичка имела какие-то уникальные характеристики, например, огненные крылья, то, соответственно, нужно, чтобы вам кто-то ставил вот такие эмодзи. Эмодзи ставятся очень просто. Просто нажимаете на вот это сердечко, выбираете, например, какой-то эмодзи. И у вас, соответственно, появится расширение полка .js, откроется и запросит подтвердить транзакцию на кусами. Для этого спишется небольшое количество кусам, там копейки, там несколько центов и эмодзи поставятся. Чем больше уникальных эмодзи вам поставят ваши птички, тем больше вероятность того, что ваша птичка получит какие-то лимитированные атрибуты. Кстати, я ссылку оставлю на официальное русскоязычное сообщество в описании. Вы можете договариваться с другими членами сообщества и просто делать взаимные вот эти лайки. Ну что, друзья, надеюсь, что видео вам понравилось, было вам полезным. Обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем еще раз спасибо за просмотр и пока!